Всем привет, друзья! На днях Nintendo представила очередную новую версию своей портативной приставки Switch. И сегодня я вам расскажу, чем же она отличается от предыдущих версий. Если вам интересно, садитесь поудобнее и погнали! Итак, конечно же, главное изменение коснулось дисплея. Теперь это OLED-матрица на целых 7 дюймов. Да, убрали немного рамки, но они все равно еще толстоваты по меркам 2021 года. Тем более, данная приставка поступит в продажу в конце этого года, где-то в октябре 2021. Поэтому для 2022 года эти рамки, ну просто толстенные. А у новой приставки они не намного уже. Разрешение этого дисплея, кстати, не изменилось. Это все те же 720 точек и не изменилось разрешение на телевизоре. Это все те же 720 точек. Многие ждали разрыва, многие ждали нового процессора в приставке, многие ждали 4К в стационаре, 1080 в портативе. Нет, все то же самое. И, кстати, из-за того, что разрешение осталось прежним, а дисплей немного увеличился, еще меньше стало количество точек на дюйм. Поэтому дисплей, по сути, стал еще беднее, но вот только плюс для кого-то, что он теперь OLED. Приставка подорожала на 50 долларов. База стоит все те же 299, новая стоит 350. Поэтому не знаю, вот эти изменения стоят ли 50 долларов или нет, я считаю, что нет. И еще из изменений новый цвет, стики будут белого цвета, док-станция белого цвета, выглядит классно, но опять же не тянет на те 50 долларов, которые за это требуют. Что еще хотелось бы отметить из инноваций, инженерное решение. Теперь вместо вот в этой тоненькой подставочке будет у нас широкая подставка по всей задней поверхности. И она будет регулироваться по высоте. Изменения, опять же, так себе. Вот кто-нибудь из вас часто играет вот в таком режиме, сняв джойконы вдвоем, например, вот на этом маленьком дисплейчике. Я не знаю, зачем вообще модернизировали эту заднюю сторону. Видимо, делать больше нечего и Nintendo просто выдавливает из себя вот эти инновации, чтобы были хоть какие-то различия. Также изменились динамики, теперь они стали якобы громче, лучше и чище. Изменили и док-станцию, теперь помимо белого добавленного цвета, в ней есть дырка под кабель из-под интернета. Ну и самое, наверное, полезное изменение, это изменили объем внутренней памяти. Теперь он не 32 гигабайта, а 64, что тоже не очень много. Могли бы засунуть туда хотя бы памяти 128 или хотя бы дать выбирать пользователю 64, 128, 256. Как это, кстати, будет в новенькой приставке от компании Valve Steam Deck, о которой я уже рассказывал на своем канале. Кто еще не видел, ссылку на данное видео оставлю в описании. Переходите, смотрите и удивляйтесь, потому что удивительного там действительно много по сравнению вот с этой Nintendo Switch. И, в принципе, это все нововведения, которые Nintendo смогла за 4 года придумать для своей новой приставки. Многие ждали версию Pro, опять же, с 4K, с 1080, но нет, с измененным процессором нет. Нам важнее задняя сторона, чтобы пользователям было удобно ее регулировать. Поэтому следим за новостями, ставьте свои царские лайки, если вам понравилось данное видео. Ну а я пошел искать для вас новую информацию. Я с вами не прощаюсь, еще увидимся в интернете. Всем пока!